всем привет из Киева, столица Украины сегодня 1 мая 2017 года с вами сегодня экскурсия зоологов в ботанический сад имени Гришко на берегах Днепра называемый район Выдубич и вот там Церенция идет и там Выдубичский монастырь а вот там там Йоновский монастырь а мы сейчас в районе называемый Степной участок и как раз здесь степкое городище, а со мной вот такой флаг что это за флаг? смешной флаг энтомологический флаг, который называется коти косарь экскурсия же энтомолога, что Вы думаете? энтомолог 1 мая день трудящихся выходит на кошение, но пока что еще здесь кошение специфическое показать Вам кто живет в ботаническом саду, а вот живет тут разные насекомые, разные клетчики да, поэтому этот сюжет называется ловись клетчик большой и маленький ловись клетчик большой и маленький а это вот такое у меня полотно полотно импровизированное беленькое из маечки и мы сейчас идем вот туда и будем проводить такое интересненькое кошение можно вот отсюда снимать как раз я буду идти вот здесь косите рассказывать потому что клетчики живут в ботаническом саду имени Гришка как Вы не говорите потому что есть у них здесь их хозяева природные животные которые живут здесь ящерицы маленькие, мышки маленькие живут здесь ежики ну лисы и медведи здесь конечно же нет а я вот как сказал мышек здесь достаточно а вот на мышках и на ящерках да и на птичках тоже подпитываются клетчики какие клетчики их содовые клетчики они родимые вот видите на полотно вот я их так ловлю ловись клетчик большой и маленький но могу Вас обрадовать что вот здесь на степном участке поменьше а вот есть здесь еще такой кавказский участок участок Алтай вот там секрет не ходи дорогой туда не ходи клетчик большой укусит большая лавка будет болезнь лайма будешь болеть много мучиться красное пятнышко будет сначала на тебе а потом немножко головная боль потом слабость а вообще говорят чтобы не болеть клетчиками и болезнью лайма надо придется недельку кушать антибиотики да поэтому вот туда на кавказский участок и Алтайский там где много деревьев и кустальников лучше не ходить а вот здесь обрадую здесь их поменьше потому что здесь на степном участке испытано ну я вам показываю как обычно ветинспекция проверяет есть клещик или нет но мы туда не пойдем чтобы не кормить все таки клещей а вот вчера я был на пасеке прошел два шага на пасеке вот такой травки между яблонь и словил трех клещей правда свою пробирочку а вот здесь мы еще вот смотрим смотрим и пока что даже никто и не попался так что можете не бояться хотя я вас могу обрадовать вот он родимый первый клещик и есть пойдет отправиться в баночку в пробирочку мы специально для этого ее заготовили сейчас минуточку чтобы он не удрал мой мой родимый ну и о-х-х-х ну и минуту пробирку хорошо закрыл вот тут сразу втребну на меня даже понимаете вы сразу ничего дорогой никуда ты не денешься вот пробирочку пробирочку так буду ставить потом покажу он на камеру будет плохо виден покажу его потом крупным планом под микроскопом ну и тут даже один браконит наездник залез потому что перепончатые крылы тоже весело сейчас летают но браконита не пользу приносит а вот клещики они паразиты почему потому что они кушают вашу кровь да не вашу конечно а кровь млекопитающих теплокровных таких как собачки кошечки ну и людишки конечно им попадаются как же не укусить сладкого человечечка вот ловить клещик большой и маленький а мы вас покажем по ютубу так что добро пожаловать ходите плечик обесной подловить обязательно подловите потому что вот уже одного поймал в баночке покажу вам крупным планом так что если ходите в ботсап потом приходите домой могу что вам сказать осматривайте свои штанишки рубашки и конечно на светлой одежде может быть кого то еще и зловите а если вам не повезло то зловите его на собственном как говорится шкурке будет сидеть и пить из вас кровь и иногда даже перенести нехорошую болезнь лайма ну клещевой энцефалит у нас к счастью нет он больше в Сибири распространен а вот болезнь лайма к сожалению есть нам клещи еще переносит так примерно 5 различных болезней ну вот наиболее известная болезнь лайма так что будьте осторожны даже прогуливаясь весной потому что весенний клещевой энцефалит это не очень приятно ну и болезнь лайма которая тоже переносится клещами тоже нехорошее занятие так что отдыхайте пиклички и осматривайте себя чтобы не подловить клещевой энцефалита или какую-нибудь другую заразу так что смотрите наш канал не забывайте ставьте лайки пишите комментарии мы вам еще покажем крупным планом под микроскопом как выглядит их содовый клещ для этого мы сюда пришли провести эксперимент чтобы клещик вам показать крупным планом под микроскопом чтобы вы удивились ужаснулись и были аккуратнее на любой своей весенней летней или осенней экскурсии осенью они тоже попадаются я вам уверяю и летом поэтому между кустиками и между травками ходите аккуратнее смотрите наш канал подписывайтесь ставьте лайки и будьте нашими подписчиками увидите новые интересные истории с вами был Виктор Фурсов на канале в ютубе пока-пока сегодня 1 мая конечно не просто поймать клещика но вы знаете в мой саду лучше всего клещик ловится на живцах так что приходите будете живцами и и и и и и и м 6 и